Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт и сейчас я хотел бы представить одну уникальную группу ВКонтакте к игре Jurassic World The Game. Здесь помимо обсуждения самой игры вы сможете по доступной цене приобрести все виды ресурсов в игре. То есть не только ДНК, баксы или вип очки, которые сейчас вы можете видеть на экране, но также кубки и наборы по вообще очень низкой цене. Решать конечно же вам, но если хотите узнать побольше, то ссылка на эту группу будет в описании. Всем приятного просмотра. Привет всем мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт и мы продолжаем играть Jurassic World The Game. Сегодня мы, судя по комментариям к предыдущему видео, вы хотите дальше смотреть животных, то есть не переходить к гибридам, а посмотреть сразу супер редких. Ну, раз хотите, то посмотрим. Для начала я бы хотел показать, что я все-таки приобрел этот вип статус, или что, как это вообще называется, я без понятия. Вот. У меня тут миллион восемьсот с лишним, сейчас на шесть дней опять птеродактиль. У меня есть уже этот птеродактиль, вообще выше крыши даже лишние имеются, придется потом продавать. Поэтому я ее не покупаю, зато давайте откроем, ну хотя бы, не знаю, десять наборов, что ли, чистого золота, допустим. ДНК, баксы-баксы, Таникола Греус, еще вип очки дополнительные. Эта Таникола Греус у меня тоже много, он мне нафиг не нужен. Апатозавры, апатозавры, апатозавры тоже дохрена. Какого-нибудь из новых животных, вот после обновления, которые появились, желательно были. Так, мастодонтзавры у меня их тоже дохрена. Так, это был третий набор, точнее четвертый, или нет, третий. Апатозавры у меня тоже есть. Это был четвертый набор. Сейчас будет пятый. Так, вот Артакон, это неплохо, у меня их мало. Артакон, это неплохо. Черодактиль, дохрена и так. О, метапозавр новенький. Шикарно, вот это я понимаю. Так, ну еще два набора откроем. О, птеродаустра. Новый птерозавр, шикарно. У меня их тоже очень мало. О, урхозавр. Ну или урхозавр, как будет правильно. Тоже мало. Теперь все шикарненько у нас. Просто шикарно. Урхозавры тут все есть, да. Все шикарно. Так, ну, предлагаю сразу начать с нового животного. Это пастазух. Так, вот такой вот у нас пастазух. Пастазух это архозавр из Северной Америки, позднего тряса, который обитал 228-208 миллионов лет назад. То есть этот рот продержался целых 20 миллионов лет. Длину он достигал от 4 до 5 метров на уровне бедер или... Ну да, голову он выше плечи держать не мог, поэтому на уровне бедер, скажем так, его высота была около полутора метров, а то и до двух метров. Весил при этом от 300 до 400 килограмм. Имел длинные конечности, удлиненную и уплощенную голову, которые здесь, пропорции ее не соблюдены. Спина была покрыта тяжелыми пластинами. Был обнаружен в 1985 году. Ну, я так понимаю, взяли просто модель капразуха и наложили новую модельку, грубо говоря. Сделали на основе модели капразуха. Потому что хвост, как всегда, лежит, хотя хвост он должен держать на весу. Пластозуха вы могли видеть в прогулках с динозаврами, там, в первой серии вроде бы, где было про триасовый период. Вот там вот он, показали его, суперхищника такого. Так, он что-то приюхивается, в итоге стандартно держится передними лапами. Так, ну, вот такой вот у нас пластозух. Вроде супер редкий, но при этом статистика вообще фу. Серьезно. Так переходи ты. На 20 уровне вот у него появилась такая якобы боковая линия. И более светлая спина, и какие-то пятна по бокам. Звуки, конечно, они прикольно сделали. Ну, хотя, вроде, у нундазуха и капразуха точно такие же звуки. Вот на 20 уровне не шибко и более сильным стал. Так вот, на 30, получается, везде фиолетовый добавили ему. Вдоль спины, на конечностях. На кончике морды. Так, ну, а то на 40 уровне это просто что-то. Конечно, статы такими же плохими остались, как и были. Но вы посмотрите. Во-первых, вот на хвосте тут у нас такой небольшой трезубец, что ли, в виде из перепонок таких. Вдоль спины идут ряды шипов. А здесь шипы превращаются даже в такие вот пластины, как бы, вот парусы такие. Тройный парус. Ну, и вся голова усеяна большими шипами такими. Ну, и везде чуть больше фиолетового стоит. Выглядит красиво, конечно, зловеще так. Так, и теперь можно переходить к другим супер-рядким. Так, сейчас посмотрим тех, кого мы уже видели. Вот, допустим, стегозавр. Модель стегозавра опять обновили, и теперь он выглядит как-то так. Ну, по сравнению с предыдущими моделями, это мне нравится больше тем, что голова, по крайней мере, больше похожа на вот... Ну, именно на стегозавровую. А вот мне нравится лишь то, что здесь огромные пластины, они просто огромные. Посмотрите, это вообще жесть просто какая-то, я не знаю, огроменная просто. Зачем такими делать? И они вроде были у него ромбической формы, а здесь они закругленные. Так что несовпадение немножко. Ну, а красные здесь по сравнению с предыдущим не поменялись, просто как бы модели смотрятся немного по-другому. Здесь много темно-зеленых полос стало, и вот с красными такими вот сверху. Ну, красные вот такие вот основания, как это назвать-то? Основание пластин, красный цвет такие, пятнышки, пятна такие, да, окремляют. На 30-м ему добавили еще желтого и оранжевого, а сверху как бы оранжевый, красный, оранжевый, желтый и зеленый. Как бы вот такие переходящие слои цветов. Ну да, ему, наверное, очень неудобно ходить бы с такими же пластинами, если бы у него не реально были такого размера. Так, ну и на 40-м уровне это просто что-то. Это что-то. У него 4 ряда пластинокосных. Просто убейте, 4 ряда мать. А на хвосте, помимо 4 обычных шипов, еще 2 сверху нарастили, чтобы если вот ударят, то прям как, ну, как Тадзянгазавр. Если ударят, то сразу намертво. Даже, ну, вот смотрите, они не только вдоль спины и на шее, они теперь еще и на голове ему сделали их. Офигеть просто. По сути, так-то эффектно смотрится очень, но... Мне кажется, через чужо много этих пластин. Просто жесть какая-то. Так, ладно, идем дальше. Так-так-так-так-так-так-так-так... Так, сейчас, подождите, я вспомнил. Думаю, Оринха мы смотрели, это я точно помню. Ну, значит, я про него не рассказывал, так как уже в предыдущем видео рассказывал, чтобы не повторяться для тех, кто, допустим, предложительно смотрит мои видео, а не только вновь подключился. Если... Если есть еще такие люди, точнее, если есть люди, которые вот это видео посмотрели, а предыдущие нет, то я предлагаю вам, если вы хотите узнать про это животное, найти в... как сказать, в... 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 в плейлисте про с этой игрой видео, где там есть про Митрио Ринха, где я только впервые его посмотрел. Так, вот здесь мы его чешем, ну, как гладим, что-то там почесываем, ему ему очень нравится. Так, ты че завестишь? Вот что от тебя требовалось. На 20-м уровне у него добавляются вот такие вот темно-синие полоски. Он становится таким тигром, типа. Крокодилом-тигр. Да, вот. Ну и больше-то изменений, честно, и не наблюдается. На 30-м уровне они что сделали? Они кончик хвоста сделали таким бледно-розовым тут, или бледно-красным таким, и на конце морды тоже. Конца рыла, вот. Нет, на конце рыла нет. Вот. Также они что сделали? Темные, вот эти полосы сделали еще темнее, а пространство между ними, вот тело, они сделали более светлым, чтобы эти полосы как бы выделялись. Вот. На 40-м уровне неплохая статистика для супер-редкого. Значит, добавили больше красного и даже еще оранжевого. И вдоль тела вот такие вот, я не знаю, это шипы, это или пластины, это скорее всего шипы вот такие. Тут есть маленькие, средние, и вот огромные просто, которые торчат. Ему даже неудобно изгибаться. Образно говоря, даже если бы у него были эти шипы, хотя непонятно до чего они ему, вот сделали такого гибридового доктора, он постарался, допустим. Ему же неудобно было бы передвигаться. У меня очень близко друг к другу соприкасается, и было бы неудобно вверх тело поднимать. Ну, уже так задумка есть такая, что уж поделать. И все, случайно. Так, ладно, переходим дальше. Сразу еще одна, ну, как амфибий, крокодил, у нас на репрелях капразух. Его мы тоже смотрели. Вот просто сравните пастазуха, допустим, и капразуха. По сути, одна и та же модель, но капразуха больше жипов, морда другая. Ну, и конечности тоже с шипами. А в остальном все то же самое. Ну, он весь шипастый такой, если честно. Да, и все-таки звуки немного другие. Я ошибся, у пастазуха они новые. Здесь как-то больше звуки кабана, что ли, еще чего-то. Ну, еще кого-то. Капразуха мне больше нравится. Более красивое такое животное. По сравнению с пастазухом, тем же, я не умею дозуну. Ну, каждому свое. Так, на 20-м уровне меняется как раз кардинально. То есть, смотри, здесь он был просто зеленый, а здесь появился такой бледно-зеленый с коричневыми пятнами и полосками по всему телу, даже белый тут везде появился. То есть, разнообразная краска. Сверху тоже вот эта маскировочная краска такая появилась. Камуфляжная такая. На 30-м уровне на 30-м уровне то же самое все осталось, что на 20-м только поменялась тональность. То есть, где был бледно-зеленый, теперь и оранжевый, и вот эти темно-коричневые пятны стали более светлыми. Ну, тоже некий камуфляж такой. Ну, опять же, много здоровья, мало, мало урон наносит. Вот, и на 40-м уровне это просто, это просто невероятно. Это вообще у него шипы, где, где только их нет. То есть, помните, все те ряды шипов, которые вот у него были маленькими, теперь они просто, ну, вы видите, огромные. Был один ряд, стало даже два. Просто, если вы упадете на Капразуха, вы волей-неволей на что-нибудь, на один из шипов напоритесь точно. На голове, я сейчас скажу, пять шипов. И вот они до метра, наверное, в длину, вот такие огромные, просто торчали по бокам. Может, наверное, неудобно тоже бегать было с такими-то шипами. Понятно, что он как-то здесь двигается, понятно, но если бы реально у него были такие шипы, я думаю, ему было бы очень некомфортно. Ну и тональность тоже поменялась, как видите, теперь тут разнообразие цветов. Задняя часть ног даже по-другому окрашена, чем передняя и пузо тоже. Пузо-ка вот у нас и нижняя часть хвоста. Так, ну и какой-нибудь последний животный сейчас посмотрим, допустим, вот того же Кицелькуатли. Про него я тоже все рассказывал. уже. Но в этот раз он у меня есть на всех уровнях эволюции. Такой удар. ну довольно неплохо его сделали в этой игре, если так посмотреть. Значит, на 20-м опять кардинально поменялся цвет, добавили пятна на крыльях и гребень даже раскрасили в более яркий, заметный. Ну, сзади выглядит очень красиво. Так, на 30-м уровне получается немного здесь вот на кончике крыльев таким кремовым стали цветом, кремового цвета и конечности задние красили в красный. Такие штанишки у него красные появились. А гребень вместо красного стал светло-оранжевым таким. Ну и на 40-м тут надо поговорить. Во-первых, опять же, тонализ поменялся, то есть он как попугай теперь окрашен. Салатова какая-то шея, бирюзовые крылья, оранжевые кончики крыльев и тут еще с красным или розовым. Гребень просто невероятных размеров, он просто огромный. Просто вы посмотрите на этот гребень это жесть. Он арам метр с лишним в длину ему вообще как он голову держит на весу я до сих пор не понимаю. И что мне больше всего прикалывает вот это, вот это что такое, что это за... Это хвост такой у него якобы из перышек или что ему, зачем такую розетку на заднице сделали, я вообще не понимаю. Просто такая розетка из длинных остеоцитов или перьев, протоперьев каких-то вот просто торчащих в сторону вот так. Я не знаю зачем это, но вот это есть. В общем как-то так. Ну что ж, надеюсь это видео вам понравилось. Ставим лайк, подписываемся на канал. Всем удачи, хорошего настроения. С вами был Дарт Сидиус. В следующем видео дальше будем смотреть супер редких. До скорых встреч и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok